Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Четвертый день досрочного голосования. Как проходит электоральная кампания в Бобруйске? Очень много у нас пожилых избирателей. Никаких нарушений у нас не было. Не уступил дорогу. На комсомольской такси на скорости влетела в стол. Сразу не понял. Небольшой шок, а потом вроде бы нормально все. В чем причина ЧП? В городском парке завершили реставрацию качелей. Раньше они назывались русские качели. Сейчас, я уверена, будет называться бобруйские качели. Как выглядит обновленный аттракцион и когда можно будет покататься. А также материалы для дачи, эксклюзивное предложение ветклиники и оранжевое лето. На завтра синоптики объявили очередное предупреждение, когда спадет жара. Четвертый день досрочного голосования. По данным ЦИКа, свой выбор уже сделали 22,47% избирателей. За первых два дня явка в Могилевской области превысила 26%. Как проходит электоральная кампания в Бобруйске, наши корреспонденты подробнее. В Бобруйске продолжается активная электоральная кампания. Граждане старше 18 лет отдают голоса за кандидатов в президенты Республики Беларусь. На 91-м участке с самого утра многолюдно. Голосование проходит у нас хорошо. Избиратели приходят на участок и выполняют свой гражданский долг. Очень много у нас пожилых избирателей. Поступают звонки для организации голосования на дому в день основных выборов. По смене график, планы на выходные. У каждого своя причина прийти голосовать досрочно. Но каждый чувствует ответственность за выполнение гражданского долга. Проживаем в последнее время, на летний период, на даче. Я бы голосовал за того, при всей варианте, выведя страну с того хаоса, который может случиться. Члены комиссии консультируют голосующих по всем вопросам. Наблюдатели отмечают, обстановка на участке спокойная. Все проходит спокойно. Никаких нарушений у нас не было. Доброжелательная обстановка. Никаких вопросов пока не возникало. На участке номер один для безопасности избирателей приняты меры в связи с коронавирусом. Средства индивидуальной защиты, антисептики, обрабатывают и письменные принадлежности после каждого голосующего. Решила проголосовать досрочно, высказать свое мнение. Я за будущее своих детей, внуков, вот, поэтому надо, наверное, свой гражданский долг выполнить. На участке номер два звучит музыка. В Центре творчества детей и молодежи каждый день праздник. Впереди отряда, синие глаза и парень гармонии. Голосование идет резво. Ближе к вечеру активно пошла молодежь. Потому что это наша страна, нам здесь жить, нам принимать решения. Правом досрочно отдать свой голос можно воспользоваться до субботы включительно. Основной день голосования – 9 августа. В воскресенье участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В стране выздоровели выписанные из больниц 64 200 пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зарегистрированы 68 614 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 353 000 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи и лабораторной диагностики. Медсестры из разных регионов Беларуси. Президент вручил им государственные награды за работу в пандемию. Орденов и медалей удостоены почти полсотни специалистов. Были благодарности родственники пациентов, которые тоже звонили, благодарили. Но для нас это не главное. То есть благодарность, это главное то, что они поправились и то, что они бы выжили. Приобретен опыт, наработаны какие-то свои методики лечения, наработаны какие-то свои взгляды на эту патологию и меры, которые позволят принести помощь больным и обезопасить персонал. Между тем, для белорусов открыли въезд в Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба иностранного правительства. Кроме нашей страны, в список добавили Азербайджан, Канаду, Россию, Украину и Зимбабве. Не уступил дорогу. В Бобруйске таксист на скорости влетел в столб. По словам очевидцев, таксист ехал по Комсомольской, форт по Пушкино. ДТП случилось прямо на перекрестке. Водитель службы перевозки не уступил дорогу, врезался в легковушку. Затем отскочил в столб и задел ограждение. Такси, машина, я ее заметил в последний момент на перекрестке на большой скорости. Прямо мне заехала, вот машина разбитая стоит. Сразу не понял, небольшой шок, а потом вроде бы нормально все. Главное, что все живы. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Скорая помощь, медики опросили участников аварии. Оба водителя не пострадали. Пассажирку такси госпитализировали. У Форда помята левая сторона. Лада серьезно пострадала. Капот превратился в груду железа. У левого колеса отлетел диск. Помят левый задний бок. На дороге лежат осколки разбитых стекол. Стали очевидцем происшествия. Бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Загрузка топлива на Белая С, ход уборочный и рост золотовалютных резервов в июле копилка страны пополнилась до 9 миллиардов долларов. За счет чего? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В июле выросли золотовалютные резервы Беларуси. Сразу на 0,7%. В денежном эквиваленте почти на 9 миллиардов долларов. По информации Нацбанка, запасы прибавили благодаря увеличению стоимости монетарного золота на международном рынке и поступлению иностранной валюты в бюджет. Сегодня в копилке страны без малого 8 миллиардов 900 миллионов долларов. Самая высокая урожайность в Гродницкой области. Об этом сообщили Минсельхозпроди. По состоянию на 7 августа в Беларуси убрано свыше 1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречих и проса. Обработано 57% запланированной площади. Минская, Брестская и Гродницкая области намолотили свыше миллиона тонн зерна. Следом идет Гомельский регион с показателем в 689 тысяч. На Могилевщине цифры еще скромнее. Аграрии собрали 473 тысячи тонн. В самом северном регионе стороны – 400. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Всего планируется загрузить 163 тепловыделяющие сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Напомним, его физический пуск запланирован на четвертый квартал этого года. Тогда первые киловатты от станции в Островце поступят в отечественную энергосистему. В цехе Гродно Азота произошла вспышка. Как сообщается на предприятии, ЧП было сегодня утром. Причина – разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода. В результате один из работников получил термический ожог. Выставка к Международному дню молодежи открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция рассказывает о социальном, культурном, экономическом и политическом положении в обществе. Представлено свыше 100 изданий зарубежных и отечественных авторов. Гостей ждут по 14 сентября. Ручки, формы и рюкзаки со скидкой на следующей неделе в городе заработает Школьный базар. Торговая площадка расположится на социалистической, на отрезке между Карлом Марксом и Держинского. Изделия предложат свыше 20 индивидуальных предпринимателей и предприятий города. Ярмарка будет работать ежедневно с 9 утра до 4 вечера, выходной понедельник. Еще одну точку для школьного шоппинга оборудуют возле универмага на Горького. Покупателям предложат широкий выбор одежды и обуви канцелярии. Торговля стартует 11 августа и завершится уже после Дня знаний 6 сентября. В городском парке завершили реставрацию качелей. На детекционном три недели корпели сотрудники Бобруська Громаша. Новая краска, грунтовка, ограждения, лодочки теперь в четырех разных цветах – желтый, синий, зеленый и красный. Некоторые элементы конструкции демонтировали и обработали в стенах предприятия, затем вернули на место. Аттракцион уже готов принимать горожан. Мы проявили такую инициативу и коллективом Бобруська Громаша совместно с акцией «Белая Русь» отремонтировали одни из аттракционов в нашем парке. Раньше они назывались «Русские качели», сейчас, я уверена, будет называться «Бобрусьские качели», потому что сейчас уже не стыдно. Мы видим, что можно собственными силами, ребятами, которые работают на заводе, отремонтировать бледни качели. Поэтому мы, уже продолжая традицию хорошую, приглашаем всех в производство в городе Бобруське поучаствовать в данной акции и отремонтировать следующие качели, которые есть у нас в парке. Август в режиме пекла, сегодня в городе было ясно. Днем на улице потеплело до плюс 27, а жары спасали лишь порывы северо-восточного ветра, тень и городские фонтаны. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. Субботу синоптики окрасили в оранжевый. Воздух на большей части территории страны прогреется до 31 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воскресенье до плюс 29. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Возможно, прогремят грозы. Не стоит спасаться от жары на пляже. Ночь уже прохладная, говорят специалисты. Плюс 12-16. Вода остывает. Купание может привести к переохлаждению. Сезон дождей в Южной Азии повлюк за собой сотни смертей и миллионы пострадавших. Помимо разрушений, большая вода каждый год влечет за собой локальные вспышки заболеваний. Так, в 2019-м лихорадкой Денге в Бангладеше и Индии заразились почти 237 тысяч человек. Порядка 200 человек погибли. Водная стихия атаковала и Африку. В Сомали за последние несколько дней от наводнений пострадали более 10 тысяч человек. Сильные дожди в республике наблюдались еще с июля. Всего от бедствия с тех пор в различных районах страны пострадали почти 190 тысяч человек. Около 120 тысяч были эвакуированы. По меньшей мере 6 человек погибли. Завтра в Бабруйске ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Днем столбик термометра прогреется до 27 тепла. Ночью опустится до 16 со знаком «плюс». В воскресенье город на Березине ждет безветвенная погода. Днем возможны дожди. Ближе к вечеру – угрозы. В светлое время суток воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Ночью от 16 тепла. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. Магазин, заборы, кровли и фасад приглашает покупателей. В ассортименте металлочерепица, профнастила и заборы, металлоштакетник, откатные ворота и калитки. Максим Кембель присмотрел несколько вещей для приусадебного участка. Лето, отдых, собственная дача. Мечта многих бобруйских мужчин. Осуществить ее вам поможет магазин «Заборы, кровли и фасад». Здесь вы найдете садинг, заборные системы, калитки, откатные, распашные ворота, навесы и козырьки. Германия, Польша, Россия, Беларусь – только лучшие производители. В нашем магазине имеется рассрочка. Это рассрочка магазина. Она предоставляется покупателю от 2 до 12 месяцев в зависимости от его суммы платежа. Передначальный взнос от 40%. Помимо качественного материала, здесь вы можете заказать услуги по монтажу кровли. Представлена которая в самом широком ассортименте. Листовая черепица, признается продавец, самый ходовой товар. На выбор два варианта – матовая или глянцевая. Стоимость зависит от волны материала. Гарантия – от 30 до 50 лет. Также представлена модульная металл-черепица. Собирается она как конструктор. Толщина 0,5 мм. На выбор 7 цветов – цена от 20 до 30 рублей за один элемент. Забрать товар можно на складе, на котором представлены изделия ручной работы, которые также можно приобрести. Наши магазины работают в зависимости от того, где они располагаются. Если на территории рынка, значит они работают с 10 до 15. Наш магазин здесь, склад на Чехово, работает с 10 до 18. В будний день – в субботу с 10 до 18. Воскресенье – выходной. Магазин «Заборы, кровля и фасад» успешно работает на рынке с 2014 года. Качественная консультация и розничная продажа строительных материалов по привлекательной цене. Подкупает потребители, резюмирует директор. Всю подробную информацию вы можете найти на официальном сайте artcom.by. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Своевременная диагностика, качественное лечение и любовь к животным. Как лечат пушистых пациентов узнала Анастасия Пахлёстова. Ветеринарный кабинет ВЕК помогает домашним питомцам уже больше года. За это время здесь появились сотни постоянных пациентов, которые обращаются к местным эйболитам снова и снова. Одна из первых на приём – американский кокер-спаниель, 7-летняя Абби. Хозяйка Татьяна заметила настораживающие симптомы и обратилась за квалифицированной помощью, доверяя только здешним врачам. Вот у нас возникла небольшая проблема, и мы обратились в эту клинику, замечательную клинику. Здесь можно как получить экстренную помощь для питомца, так и пройти профосмотр. Врач-ветеринар Виталий Акаленик рассказывает, такой вид услуг пользуются хорошим спросом. Всегда лучше выявить заболевание в ранней стадии, чем потом долго лечить его. Многие люди стараются наблюдать своё животное на протяжении жизни. Некоторые раз в год диспансеризацию проводят своим питомцам. Для лечения диагностики в Веткабинете все условия. Продвинутые оборудования значительно облегчают осмотр, а значит заболевание выявят быстрее. Есть гематологические и биохимические анализаторы крови. Они укомплектованы по последнему услову техники. По конкретным заданным параметрам устройство показывает состояние внутренних органов и электролитный состав крови. Можно сделать снимок и ультразвуковое исследование. Кабинет УЗИ оборудован новым современным аппаратом с чувствительными датчиками. Устройство может выявить заболевания любого органа пушистого пациента, например, болезни сердца, почек и печени. Врач-ветеринар обращает внимание на симптомы, которые должны насторожить владельцев четырёх лапых. Самые первые тревожные звоночки – вялость и отказ от корма. Если у вашего животного день-два нет аппетита, не говоря уже про более какие-то сложные симптоматику, рвота, диарея, ещё что-то, соответственно, сразу идём к врачу. Не затягиваем. Кроме лечебного кабинета здесь есть ветеринарная аптека. Все необходимые медикаменты можно приобрести практически на месте. Работает ветеринарный кабинет на Комарова-1. Без выходных. С 8 до 21. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это всё и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!